Девушки отдыхают 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 Здравствуйте, я котёнок. Меня зовут Туфыстик. Мне нравится дружить с ребятами, кататься на лыжах и секс. Друзья удивляются, как я всё успеваю. И дружить с ребятами, и кататься на лыжах, и... Ну а теперь наш следующий претендент. Кусается. Привет, я Чужой. Меня завезли на Землю космонавты. Они очень удивились, внезапно увидев меня. Я как Симуральска, только вместо коробки с апельсинами был космонавт-женебеком. Если вам понравился Чужой, то... Я же говорил, он меня укусил. Нет, это наш следующий кандидат. Привет! А мы кегли. Но мы не просто кегли. Мы символизируем четыре коммунальные стихии. Вода. Газ, электричество и радиоточки. Нас сделал настоящий мастер! Хотел сделать матрёшек. А получилось... Кегли! Мы очень боимся инопланетян и гигантских шагов с дырками. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно? Да? Привет! Я Борщ! По русской традиции я встречаю инопланетян хлебом с солью. Потому что какие хлеб и соль без борща! Ну а перед тем, как представить очередного финалиста, я предлагаю узнать, как встреча с инопланетянами отразится на инфраструктуре регионов России. Ещё миллиарды лет назад здесь ничего не было. А теперь посмотрите, вот снежок, деревья. Всё готово к встрече с инопланетянами. Я уверен, что скоро в каждом дворе будет такой же новенький, освещенный пустырь, чтобы дети после школы могли спокойно встречаться с инопланетянами, а не ломать друг другу ноги на футбольных площадках. И если вы выберете меня официальным талисманом, я вам гарантирую полное взаимопонимание с пришельцами, какими бы они тупыми ни оказались. Ну что ж, друзья, перед вами претенденты на звание официального талисмана «Встреча с инопланетянами-2002». Это котёнок, борщ, кегли, фурсинка и чужой. Теперь дело за вами. Голосуйте, и скоро вы узнаете победителя. И снова здравствуйте, друзья! Итак, прошло два месяца, отведённые на платное СМС-голосование, и, наконец-то, подведём итоги. Один миллиард триста миллионов рублей упало к нам на счёт! Ну а что касается талисманов, слово предоставляется председателю ОРГ-комитета Дмитрию Чернышенко. Аплодисменты! Друзья, дорогие друзья, очень трудно остановиться на одном символе, и поэтому жюри решило, что в встрече с инопланетянами будет 19 официальных символов. Ну, что такое 19? 19 – это число, которое символизирует, так сказать, 19 качеств настоящего встречающего инопланетян. Это смелость, это гордость за Россию, это ловкость, ну, сказать, что к тебе не поймали. И непрелюбодеяние. Ну, вот, кажется, всё. Вот, значит, таким образом нам необходимо довыбрать ещё 14 символов. Поэтому я призываю всех всенародно участвовать в разработке и голосовании. Вот это да! У меня просто нет слов! Сейчас для вас прозвучит гимн первый всемирный «Стрящий с инопланетянами-2022!» Чем-то инопланетным светят небеса. Раскалённая плазма сладко щиплет глаза. И ровным кругом легли деревья вслед за ударной волной. Встреча, которую мы заслужили вместе с тобой. Что за твари к нам едут из созвездия ПСА? Мы не знаем, но точно голосуем «За!» И добровольцы от предприятий встретят поющей толпой Нечто, которое мы заслужили целой страной. «Едут! Едут! 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 Едут!» «Не волнуйтесь, кто едут, что уже инопланетянин?» «Нет! Российская делегация, я счастлив сообщить, только что в упорной борьбе за право проведения страшного суда 2024 Победила заявка Россия!» Над планетой разверзлись с громом небеса Это наша победа, голосуем «За!» Мы соберёмся здесь всем миром и встретим поющей толпой Муки, которые мы заслужили вместе с тобой Муки, которые мы заслужили навечно с тобой Александр, давайте сыграем в игру Я буду называть номер выпуска «Яролаша», а вы называйте фразу из этого выпуска «Яролаша». Готовы? А легко, давайте А вот давайте Давайте, 216-й Синичкина А, а почём помада? Да, так, верно, хорошо 123-й Мы тройняшки, я писать ходил Так, а 79-й Сыроежкин что? А ничего, на, получи отверткой в бок Всё верно, Александр, вы хорошо знаете Тогда скажите мне, откуда вот эта фраза «We don't need no education», «We don't need no thought control» Не было такого ни в каком «Яролаша», и вы проиграли его А вот, Александр, вы не правы Друзья, прямо сейчас пародия на киножурнал «Яролаш» и его отца-основателя Бориса Грачевского Добрый вечер Эта песня посвящается всем мальчишкам и девчонкам, а также их родителям Вы актёры Еролаша Вы в эфире с малых лет Ваша жизнь уже не ваша Ваше детство – мой проект Эй, рыжий! А ну-ка, упади! Вот теперь ты смешной запомни и повдай Что-то мне не смешно А ну-ка, упади и все! Я красив был, как игрушка И почему сейчас пистолет за него обратно? Но проклятый геролаш Дал мне уши и веснушки Чтоб смеялся зритель наш Эй, Крачевский, мы хотим домой Мы хотим увидеть небо Но в этот раз без скандалов Сами ешьте фото с хлебом Больше нет у нас долгов Эй, Крачевский, будешь наплатить? Бесплатно есть только сыр Вот его и снимай А мы пойдем в городок Нужна там свежая кровь Эй, дети, подождите, подождите, подождите Ну куда вы, ну, не ренитесь Куда же я без вас? Ну, снимитесь еще один раз Последний сезон А правда последний? Конечно Все равно завтра конец света Этот веселый иронический анекдот смотрел Только что в нашем зале Борис Грачевский, друзья Борис, мы приглашаем вас Здравствуйте Прошу вас, присаживайтесь Спасибо огромное, что вы пришли Спасибо большое, что вы так издеваетесь Надо мной, такой карабас-барабас Я просто Удивительная вещь, что мы записали песню На эту же, абсолютно Абсолютно точно На эту же Борис, смотрите Удивительно Мы идем в ногу с Яралашем Честно могу сказать, что смешно Переборчато Ну, был перебор У меня был перебор какой-то Похож Вы же не используете хлыст Нет, нет Только пряники У нас же страшное Знаете, какое самое страшное наказание? Больше не позовут сниматься Вот это самое страшное наказание Скажите Но, действительно Какие способы Вы используете для того, чтобы поддержать дисциплину? Ведь дети Народ, как говорится Поддающийся контролю Вольнодумный Я всегда говорю, что с детьми На вопрос, трудно ли работать с детьми Я говорю, с детьми работать легко Трудно найти тех, с кем легко работать Вот мы таких специально ищем Замечательных, крепких И как вы над нами не издеваетесь У нас замечательная атмосфера И дети с наслаждением снимаются Честное слово говорю Борис, сколько уже было Выпусков Яролаша Всего? Ну вот Практически совсем недавно На Первом канале прошли новые сюжеты 258-го номера Значит, сейчас мы работаем на 262-м Третьем, четвертым и сразу на несколько Вы знаете, но Может быть для вас будет сюрпризом Но артист большой разницы Ваня Чуваткин, который играл Это же тоже выпускник Яролаша Ну наконец-то Я все ждал, когда вы скажете Спасибо за Ваню, который грандиозно у вас играет Грандиозно играет Ваня Действительно Выпускник Яролаша Единственный мальчик Которому удалось Перекусить эту цепь Борис, как попасть в Яролаш? Потому что у вас действительно Не до конца понятны критерии По которым вы выбираете Значит, всем многородним Очень четко детям Надо вырастать Поступать на актерское отделение В каких-то институтах Становиться артистом Потом становиться известным Популярным и любимым Потом впадать в детство И приходить в детство Нет, мы берем тогда А детей вы как берете? Вот где вы, откуда вы их набираете? Где? Где находятся силки, которые вы расправляете по городу? Человек, знаешь, где берут детей Откуда они появляются Теперь я расскажу Борис, это все ваши дети Которые снимались в Яролаш? Практически Есть актерское агентство Яролаш, где приходят все желающие А самые лучшие снимаются Вот кратко, абсолютно Честное слово Борис, правда, когда в Яролаше Вы праздываете Новый год Вы наряжаете елку детьми? Маленькими, да грудными Даже большие не влезают Сейчас придумал Вот ты посмотри на него Лицо такое сделал Издевается Я просто представляю себе Как вы стоите на стремянке И говорите Лидочка, подай мне еще Вот этого рыжего Вот этого, давай Борис, спасибо вам огромное Тем не менее Спасибо вам С огромным удовольствием Смотрим Яролаш всегда И будем смотреть его Всю нашу жизнь Борис Грачевский Спасибо вам Спасибо вам Борис, присаживайтесь Я хотел попросить Насчет своей дочки С Борисом поговорить Чтобы снять ее Да, я хотел поговорить Бориса письменно Написать клятву Чтобы Борис не забирал Мою дочь Даже если она сама К нему придет Большая разница Иван, вы помните сюжет Колобка? Да, Александр Я вас удивлю, но я помню Да, все понятно Бабка, дед Слепили колобок Все Побежал Его слела леса Что? Так это в конце первой части А вы же знаете, что есть вторая Продолжение Ну-ка Колобок выжил Так И он, узнав о том, что его тяжело раненый декабристами отец В опасности Он торопится на помощь в Австро-Венгрию Понятно Заходит в Химкинский лес по дороге Ему там встречается трехголовая белка Которая голосом Сергея Безрукова говорит Колобок, Колобок, скажи Отчего на Руси так березы шумят? И дает Колобку карту Колобок говорит Еще, и у него перебор Интересная история Александр, у меня только один вопрос Почему я все это вынужден слушать? Ну, это как раз элементарно Вот как раз в сказке Колобок, продолжение Все очень просто А вот в продолжениях фильма Пираты Карибского моря Вот там все запутано Так запутано, что мы решили Даже пародию сделать на этот фильм Пираты Карибского моря, продолжение Большой разница А дай по-хорошему то, что принадлежит мне Никогда Это карта моя, дружок А еще черту карта Карта острова золотого черепа Я здесь не по поводу карты Я по поводу божественного бинокля Ты капитан Гарри синий брови? Нет Вспомнил Ты ища дяда Ведь ты же ища дяда Фелик, черт подери, что происходит? Джонни, 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 Джонни Что с тобой, Джонни? Со мной? Со мной все хорошо Он ища дяда Слов ни хрена не знает Я не ища тебе! Помолчи, Элизабет Это Элизабет? Это проклятая Элизабет Она прыгнула с утеса вечности, помнишь? Ты, наверное, что-то путаешь Это я прыгнул с утеса вечности Правильно Но ведь это ты тогда был, Элизабет Вы поменялись телами, чтобы спасти сына Уилла Тернера Помнишь? Можно вопрос? Конечно Я Джек Воробей И да, и нет Господи Джонни, там все гораздо проще Ты Твой отец Можно поговорить со сценаристом? Конечно, Джонни Все для тебя Ник Проснись Можно тебя на минуту? Ник, объясни мне, пожалуйста Только очень внятно Как я стал своим отцом И почему я сражаюсь с Элизабет В образе исчадия Когда это вовсе не исчадие Я, да Не совсем Что значит не совсем? Ты же сценарист Ты сценарист И да, и нет И тут, понимаете? Я не понимаю ничего! Давно уже, Фил Ребята, мы снимаем какой-то бредятин Ну, это высококлассная бредятина, Джонни Неважно Зачем вы напридумали этих чудовищ, сундуков, сокровищ? Зрители Обожают Киру Найтли Где Киры Найтли? Во что вы ее превратили? Где этот Орландо Блум? Зачем вот эти дешевые, вот эти прибамбасы? Срочно, доктор, она блашетку! Черт! Отдай сюда! Ник! Отнеси это в ведро со льдом! Орландо Блум! Орландо Блум! Орландо Блум! И все! Успокойся! Ты знаешь, тебя хотел видеть продюсер, дело в том, что дальше по сценарию на тебя нападает морской бультерьер, посланный Посейдоном! Ты выжил, но! Что но? Твоя нога! Нет! Ну, поколе! Нет, я буду! Нет! Я умоляю тебя! Нет! У нас высококлассные анестезиологи! Нет! Анестезиологи! На площадку! Назад! Никаких анестезиологов назад, я сказал! Я в суд подан! У нас высококлассные анестезиологи! Джонни! 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 Давайте поднимем его! Джонни! Джонни, как ты себя чувствуешь? Ну, прекрасно! Только вот нога что-то занемела! Нога моя! Нога! Ну, Джонни, успокойся! На месте нога! Попей в водичке! Ты просто поскальшнулся и упал! Да? Да! Как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя... Хорошо! Просто тут привидится такой бред, знаете! Давайте работать! Да! Так! Внимание! Внимание! Спасибо! Приготовились к репетиции! Артисты на площадке! Репетируем сцену под лед! К Сатурну! Подожди, Фил, какой подлёг к Сатурну? Я готова! Внимание! Начали! Элизабель! А, Джек, ну что там по поводу моего божественного бинокля? Пошёл парбоса! Ха-ха-ха! 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 Этот человек гармонично смотрится как в научно-познавательных, так и в развлекательных программах! Владимир Жириновский? Нет! Этот человек отменно поёт и отменно шутит! Подождите! Дмитрий Хворостовский в аншлаге? Нет! Он прекрасно играет на гитаре и отлично импровизирует! Александр, я догадался, у нас в гостях я? Нет! У нас в гостях Александр Пушной! Мы группа Сплина! Молодцы! Сейчас мы будем петь самую нашу любимую песню самой нашей любимой группы, группы Корни! А только дождь и ветер, и кровоточат раны, А песни группы Корни отстой такой поганны! Но даже этот фуфел спасает без сомнения Сплиновская крутая манера исполнения Я теряю корни И улетаю в небо, в небо, в небо К тому, кого не помню Туда, где ещё не был, не был, не был И вот таким макаром Все остальные песни С пленовской обработки Слушать интересней А тем, кому не вжило А тем, кому не клёво Воспользуйтесь манерой Б. Гребенщикова А я теряю корни И улетаю в небо А-а-а К тому, кого не помню Туда, где ещё не был, не был, не был А мы теряем корни И улетаем в небо, в небо, в небо К тому, кого не помню Туда, где ещё не был, не был, не был А мы теряем корни Дальше разница Убри, Гарри Поттер Картоню Остался последний шанс Альпенгольдиус Сражайся, трус Отстань! Не до тебя сейчас! Альпенгольд. Когда хочется шоколада. Это я раньше почему злой был? Потому что у меня альпенгольда не было. А я вам говорю, я не полечу больше с вами в самолёте, Александр. Надо было додуматься зайти в салон самолёта в бизнес-класс с двумя парашютами, надувной лодкой и священником, Александр. Можно подумать, вы не испугались, когда мы попали в воздушную яму на высоте 8 тысяч метров. Нет, я не заметил, Александр, потому что я отговаривал отца Анатолия покупать у вас парашют в тот самый момент, когда вы договаривались с командиром, что будете, если чего, везти самолёт сам. И что? Вы что, не видели фильмы «Катастрофа», Иван? Ох, вот о чём вы говорите, да? Значит, я знаю двух людей, для которых катастрофы не являются препятствием. Кто же это? Это бесстрашные люди. Братья Запаштые сегодня у нас в гостях. Давайте поаплодируем. Давайте мы поаплодируем ребятам. А сколько, Эльгар? Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что же, мы рады, что вы пришли. Вы бесстрашные люди. Каждый раз, когда вы выходите на манеж, когда вы выходите, глядя в глаза хищнику... Вы рискуете. Вы рискуете, ребята. Правда ли, что вы принимали участие в телевизионном шоу, в съёмках, которые называются... Большие гонки. Большие гонки. Большие гонки, да, это правда. Я три раза. Брат, наверное, ветеран уже больших гонок, трижды был там. У нас просто пародия имеет непосредственное отношение к этому проекту. Ну, давайте расскажем. Ведь большие гонки, немногие знают, но это снимается всё где? Где всё это происходит? Во Франции. Во Франции. Прекрасная погода, Франция. 300 человек, знакомых друг с другом, летят все вместе туда. И там спортивное поведение. Люди ходят, каждый день тренируются. Не пьют. Не пьют. Ни в коем случае не курят. Не спят друг с другом. И ещё как бы долететь туда нужно. Туда нужно долететь ещё. Александр, но это не важно. Я говорю о том, какая атмосфера. Потому что большие гонки – это… Спорт, дружба. Да, это единственное, в чём мы можем победить Китай. Вот. Поэтому это очень важный такой, как бы, эмоциональный подъём. И, конечно, вот эти самолёты, когда люди летят туда и обратно, важные перелёты вот эти. У нас сейчас будет пародия на жанр, который называется фильм «Катастрофа», в котором описывается история участников телевизионного шоу «Большие гонки», которые… Полёта участников. Летят в самолёте. Вот почему пригласили вас, и вот почему хотел пригласить посмотреть пародию. Пожалуйста. Это Дмитрий Нагиев. Это Первый канал. Всё остальное неважно. Хотя, впрочем, Первый канал – это тоже условность. В эфире «Большие гонки». Перед нами русский богатырь Александр Диевский. Спасибо, Александр. У нас на борту не курят. Это сигара Арнольда Шварценеггера, которую он мне подарил в 1997 году, промазав мимо урны. Эй! Эй, ты, Шварценеггерас, ещё раз ты меня тронешь, и я позову Стюарта. Понял? Понял. Эй, ты, Шварценеггерас. Шварценеггерас. Не повторяй. Повторяй-ка. Короче, теперь не обижайся, понял? Теперь не обижайся, понял? Стюарт, вылезай! Анатолий, вам-то, вам-то зачем на «Большие гонки»? Конечно, Дмитрий, моё главное оружие – знание. Но не стоит забывать, что я родился в криминальном районе Одессы. И могу любому быку напомнить, кто такой Толя-беспредельщик. Это в корне меняет дело, Анатолий. Разрешите? Писки, коньяк, текила, пиво. Нет, нет, ну, всё-таки на спортивные мероприятия летим. А я напоминаю, что все расходы на перелёт и развлечения оплачиваются организаторами. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! У кого есть штопор? У меня! И я поздравляю у нашей сборной новый капитан! АПЛОДИСМЕНТЫ Пригодится. Анатолий, я, как ваш новый капитан, и, кстати, ваш земляк, хочу поиспользовать вашу гениальную гонку. Не пощекочите мне спину, бородой? Граждане пассажиры, прошу всех занять свои места. У меня срочное сообщение. Нашему пилоту стало плохо, поэтому... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я ещё столько бы не сделал! Так не честно! Эвелиночка, я подумал о вашем предложении и готов изменить отношение к женщине в сторону вас. Пришла пора снять личины, Анатолий. Здарую вам кровь, девственника! Я... я всё. Давай, Эскольд! Или сейчас, или никогда! Привет! Мы Сапа и Паша! Мы всю жизнь мечтали быть клонами и веселить детишек! Управление полётом взял на себя второй пилот! Через 20 минут мы приземлимся в Париж. Если хоть кто-нибудь проболтается, вы все познакомитесь со Стюартом. Понятно! Понятно! Никто ничего не видел! Никто ничего не вспомнит! Поняли? Потому что мы лучшее, что есть у России! А страна не должна видеть, как её герои лажают! Вперёд, Россия! Давай, Россия! Большая разница! Братья Запашные сегодня, как ярчайшие представители звёзд отечественного шоу-бизнеса, что скрывать, культуры, которые могут составить конкуренцию любым странам в телевизионном шоу «Большие гонки». Ребята, похоже ли это на то, как вы летали на «Большие гонки»? Нет, ну то, что в самолёте реально беспредел, когда 200 человек артистов и... И они не пьют, самое главное! А что же они делают? Они все культурно, мирно общаются по поводу вот... Ну, в общем, это беспредел! А в чём беспредел-то, если они не пьют? Саш, ну это юмор такой! Пьют они! Все бухарики! Нет, нет, серьезно! Я серьезно, я могу... Я сам видел... Я сам видел это, когда оператор подбегает и говорит, Скажите, пожалуйста, можно задать? Нет, вас сегодня снимать нельзя! Понятно! Потому что «Большие гонки» они снимаются по-настоящему ночью! И можете себе представить наших артистов, которые весь день терпят, ждут, смотрят, надеются, дубль, второй, двадцатый, пятый... И, в общем, нервы не выдерживают! Я объясняю, почему «Большие гонки» снимаются ночью, потому что днём на этой площадке играют дети французские! Вот прямо реально, когда мы летели однажды с «Больших гонок», весь самолёт крикнул слово... Которое не говорят, да, на «Первом канале», именно в тот момент, когда мы взлетали в Ницце и попали в воздушную яму, я впервые видел такую солидарность, то есть даже на «Больших гонках», при том, что и спортсмены, и все вроде свои, такой солидарности не было! Было реально страшно! Страшновато, да, было действительно? А как тигров перевозят? Скажите, когда вы вот куда-то летите... Когда вы летите далеко? На гастроли далеко! Ну, в основном они едут либо в железнодорожный транспорт... Как в Америку, например. Ну, в купе два тигра сидят в СВ. Или кораблём, или кораблём, как мы шли в Японию. А, в Японию корабль дошёл? Да. Две недели корабль. А, нет, мы шли с Владивостока полтора суток, но у нас реально... Ну, экипажа приехала ровно половина. Нет-нет, Вань, у нас правда произошёл полосатый рейс, мы попали в шторм, и клетки распрыгались по всему трюму, и у нас шесть тигров гуляли по всему трюму. Нет, с ними интереснее ездить, потому что весь состав бесплатный. Конечно. То есть, сразу как нас увидят, сразу говорят, «Ребят, сегодня для всех бесплатная поездка». Тут в самом начале... Они же метят поезд, в котором едут, и всё, и потом никакие другие животные уже не могут зайти в этот поезд. Понимаешь? Понимаешь? А потом проводник заходит и говорит, «Бельё брать будете?» Вот это вот. Вам... А как вы относитесь к талисманам, которые вот выбраны? Леопард, барсик, зайка... Леопард и барсик – это один и тот же человек. Барсик похожий на леопарда в компании белого медведя... И зайца. И зайка, которому жить осталось немножко, да? Почему? Ну, его же съедят, леопард или медведь. Во-первых, не его, а её. Смотреть надо внимательно. Это она. Да, это она, зайка. Это, во-первых. Я просто знаю, поскольку я принимал активное участие в подготовке. В голосовании. В подготовке. Нет, просто в подготовке. Во-вторых, а почему это сразу съедят? Так, кто вам ближе? Леопард. 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 А кого-нибудь из вот этих животных дрессировали? Леопардов. Сразу? Леопардов, серьёзно? Леопардов, да. Насколько сложнее дрессировать леопарда, чем зайца? А помнишь эту историю, когда... Когда заяц бросился на нас, и мы отбивались? Я видел ранние кадры ребят выступлений, как ребята готовились, когда ребята бесстрашно входили в клетку к твём зайцам. Без оружия и пялок. Без оружия и вообще абсолютно. И более того, иногда даже поворачивались спиной. То есть вы полностью проявляли бесстрашие. Ребят, спасибо вам огромное. Нет уж на земле животных, которым вы не ткнули заточенной арматуриной в бок. А братья Запаш, что у нас сегодня... Спасибо. 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 Спасибо, друзья. Спасибо. Присаживайтесь. Я думала, спросили мне одну шутку. А вы Львов дрессируете? Они сказали бы, да. Мы сказали, а Льва Олещенко, почему я дрессируюсь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 «Повезла в Подольце». Зато какой талант. Вот давай посмотрим сейчас пародию в исполнении Андрея Баринова. Пародию на Сергея Пенкина, у которого большой юбилей был недавно. Исполнилось 50 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Милый, ах, какой я милый. АПЛОДИСМЕНТЫ Если бы вы спросили фанал фи-фи-фи, кто красивей всех? АПЛОДИСМЕНТЫ Пенки, я отвечу пенки. АПЛОДИСМЕНТЫ И мои расценки фанал фи-фи-фи подтвердят успех. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Стойте! АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько свечек в торте, АПЛОДИСМЕНТЫ Хватит праздник портить. АПЛОДИСМЕНТЫ Не пойму людей. АПЛОДИСМЕНТЫ Братцы! АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ И ПАВЛАДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В САНКИ В САНКИ АПЛОДИСМЕНТЫ В САНitations Братцы! Для встречи Любови Мне И Просит свой Сергей. Видно, как пиджак повидло, Велся очень сильно. Я в сердца людей. Ну, правда, если не я, то кто? Смешно даже. Ну, правда, кто? Опять смешно. Сделать сплошное, прости, Господи. Братья, Надевайте платья, Чтоб к себе внимание Сразу привлекать. Мало фриков, как-то стало Си, даже просто страны Что-то не видать. Стилим, чтобы быть стабильно Надо через силу Красоту терпеть Голос Это главный бонус Только сильный голос Сделает звездой Большая разница Артур Конан Дойль И Агата Кристи Представляют Мисс Марпл Эркюль Пуаро Шерлок Холмс И доктор Ватсон В чисто английском детективе Убийство The Murder Убийство The Murder Убийство Хватит! Дамы и господа Я собрал вас не случайно Вы лучшие сыщики Всех времен и народов И сейчас вам предстоит расследовать Самое скандальное преступление века Кто его убил? Завтра ты сядешь в моем кабинете И будешь учить уголовный кодекс От заглавной буквы Дать и рожать и погреть Ты меня понял? Я тебе все сказал Бааааа Какие люди, а? Наши вам с кисточки, граждане Ты кто? Элементарно, милейший Ша На три шага назад туда Отошли, громко не моргай Картина маслом В комнате два труда Простите, месье Но труп вот А это Мисс Марпл Только не делайте мне нервы, хорошо? У меня потеют руки А из-за вас я сырые семечки Есть не собираюсь Ясно? Господа У вас есть пять минут, чтобы назвать имя убийцы Время пошло Господа Чтобы найти убийцу Нам нужно оценить ситуацию И посмотреть, что у нас есть Нет, я имел в виду, что у нас есть по этому делу Надо собрать улики и сфотографировать труп Где Ватсон? А, Ватсон? Мне нужен Ватсон Мне нужно, чтобы рядом был человек, которого я могу унижать Я здесь, Холмс А, нет, все правильно Мне кажется, он еще жив Да, точно, он еще дышит Кто-нибудь Вызовите врача Джентльмены, не отвлекайтесь У нас очень мало времени Ша, господа Ща Гоцман скажет Сдается мне, что это тело еще два дня назад людей лечило А с чего это вы взяли? С задницей чувствую О, я же говорил Мне кажется, перед смертью он видел грудь пятого размера Откуда такие догадки, Аркель? Посмотрите на размер его глаз Господа, убитый был левшой Опять хваленый ваш детективный метод, месье Холмс? Да нет, прошлое написано Ну и как это нам поможет найти убийцу? А шо тут искать? Тут картина масла Пацаненок с наганом в руке Грабил овощебаз Шомалиновским пришлось, а не по нраву При таком раскладе ноги в руки и сюда на воровскую малину Тут его и подписали, как воголь мемуары А ждал его Либерман Я вам за это крест на пузе нарисовал Нет, это вы складно молюете, Давид Маркович А то, что малиновские уже год как с тетеревым в ладах И по мокрому не рыпаются Это на пейзаж вашего убийства никак не налазит Мне кажется, его убило чувство горло А может быть он застрелился указательным пальцем? Все, я понял Я знаю, как его убили Его застрелили из мышалета Завязались догадками Сдается мне, что мизансена была такая Сюдой просочилась мадам с бюстом такого размера Что на нем сладко спать может пол Одессы Она подошла вот к этому гражданину И обняла его за голову своим декольте И тот от радости Перестал дышать кислород, чтоб я так умер Ой, Давид Маркович, ну это же полный бред Мужики, кто за то, чтоб посмотреть эту версию? Картина масла Единогласно Смотрим Останови, дети И все равно это бред Секундочку, господа Что вы делаете, Ватсон? В любом детективе должен быть как минимум один неожиданный поворот А у нас будет целых три Ха, Ватсон Сейчас все идиоты Одессы рукоплещут вам браво за ваши этюды Вы их одной левой переплюнули Господа, я уверен, что убийца точно здесь Опять ваш знаменитый детективный метод Причем тот детективный метод? Вот Ну, осталось узнать, кто убийца Прошу Элементарно Нет, ну это бред Я не мог этого сделать Хорошо, давайте рассуждать логически Допустим, я убийца Ай, 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 ай Я же сказал, допустим Но не дурака Чтобы найти убийцу Мы должны понимать Что у любого детектива Конец должен быть очень неожиданный Неожиданный конец, Холмс Вот такой, я думаю, подойдет Не настолько буквально, Ватсон Господа Время вышло Вы готовы назвать имя убийцы? Готовы Мы посовещались И решили Раз уж это чисто английский детектив Убийца тот, о ком уже никто не думает Убийца Вячеслав Добрынин Ну, черт возьми Почему? Шо? О нем реально уже давно никто не думает А! Мои поздравления Вы действительно лучшие из лучших Сири Туман Ну вот, господа, дело и раскрыто Пора пить чай Прошу, господа Батсон А вот теперь Можно Иван, как вы думаете Какой провод нужно перерезать? Красный или синий? Александр, режьте медный За него больше дадут Я вас серьезно спрашиваю Если перерезать неправильный провод Может, что-то чисто страшное Напугали Ладно, режьте синий Вам к лицу Ну, окей Это была большая разница С Богом Что ты сделал? Что я сделал? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.